Какие бы приятные ассоциации не вызывало своим названием растение борщевик, на деле же это опасная культура. Что примечательно, в России она никогда не росла. Ее стали завозить в 70-х годах прошлого века, как силос. Аграрии прошлого столкнулись с ужасной проблемой. Борщевик разрастался с ужасной силой. Но самую большую опасность он представляет для людей. При соприкосновении с кожей его сок растворяет и вымывает пигмент, защищающий организм от солнечного ультрафиолетового излучения. Любое попадание солнечного света на пораженные соком борщевика участки кожи вызывает сильнейшие ожоги, которые не проходят несколько месяцев. Как оказалось, не все жители нашего города слышали о таком растении. Борщевик? Да. Ну так слышала, да. А вот что вы о нем слышали? Ну полезно вроде как, говорят, вещи. Нет, не знаю. Борщевик, он и борщевик. Бог его знает. Да это трава. И это ядовитое растение. Оно может причинить ожоги. Кажется, что такое опасное растение не может расти в черте города. Ведь оно таит в себе большую опасность. На деле же оно цветет почти в центре Рязани. Прямо сейчас я нахожусь рядом с зарослями борщевика. Он в центре города. Рядом с нами ездят машины. Насекомые ползать по растению не боятся. А вот для человека прикосновение к нему очень опасно. Честно говоря, даже находиться рядом с ним очень жутко. Находится страшная поляна между улицами Лагерная и Западная. Людям сюда будет пройти не так-то просто. Правда, энтузиасты всегда найдутся. И здесь уже протоптано несколько тропинок. О судьбе этих людей стоит только догадываться. К сожалению, это не единственное место в Рязани, где борщевик пустил свои корни. Также люди информируют о том, что в пойме реки Павловка замечены плантации борщевика. Это излюбленное место с некоторых пор тех, кто проживает в московском районе. Люди ходят туда сейчас загорать и отдыхать. И если будет контакт с этим борщевиком, опять-таки люди получат ожоги. Бороться с борщевиком необходимо, ведь эта культура очень опасна. Важно знать, как поступить, если вы все-таки коснулись этого растения. Пораженную соком борщевика часть тела можно спасти от ожога, промыв в проточной воде и незамедлительно спрятав под непрозрачную одежду. И в течение как минимум двух недель этот участок кожи должен быть постоянно тщательно закрыт от солнечных лучей. Только тогда ожога не будет. А по поводу такой травмы можно подать жалобу. И если вдруг от того, что вы не знаете, вы ли ваш ребенок получил сильнейшие ожоги борщевиком на территории Рязанской области, то иски предъявляются органам местного самоуправления. Отличить борщевика от других культур не так уж и сложно. Большой трубчатый стебель и мясистые листья. Даже если нет уверенности в том, какое перед вами растение, лучше лишний раз его не трогать.